Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Хочу в Америку! Сегодня мы с вами поедем в Лонг-Айленд, это часть Нью-Йорка. Расскажу вам немножко про это прекрасное место, покажу виды и чуть-чуть другой информации. Добро пожаловать! Ставь лайк, подписывайся, если по какой-либо причине еще не подписан. Что ж, поехали! Все наши экскурсионные туры стартуют из одного места, вот с этого. Это Конни-Айленд и Брайтон-Бич, пересечение возле Чейз-Банка. Здесь стоят автобусы как маленькие, такие большие и дальше отправляются уже по маршруту. Если это южное направление, то есть посадки в Лонг-Айленде и в Нью-Джерси, согласно на расписанию, конечно же. Если это северное направление, то посадка есть в Верхнем Манхэттене, в 181-й стрит и по две пересечения. Это рядом с рестораном Макдональдс. Что ж, друзья, выбирайте нужный себе тур, заказывайте, оплачивайте и садитесь там, где вам удобно. А сейчас мы с вами все-таки отправляемся в Лонг-Айленд. Говорить, отправляясь из Бруклина, что мы едем на Лонг-Айленд, крайне неправильно, по крайней мере, потому что Бруклин, он находится на южной части Лонг-Айленда, является его составляющей части. Также в состав Лонг-Айленда входит и Куинс, который находится чуть-чуть западная часть, но все это остров Лонг-Айленд. В переводе с английского на русский название переводится как длинный остров. Это действительно так, потому что, чтобы проехать из южной на северную часть или с запада на восток, достаточно много времени потребуется, где-то примерно около четырех часов. Именно поэтому длинный остров. Лонг-Айленд чем еще знаменит? Тем, что это очень престижная часть Нью-Йорка, где достаточно дорого стоит недвижимость, минимальная стоимость дома в этой части острова стоит примерно где-то от полутора миллионов долларов. Что ж, когда ты считаешь не доллары, а тысячи, то, наверное, можно купить дом и на Лонг-Айленде. Ну что ж, а мы продолжаем. А какие ассоциации у вас, когда вы слышите Лонг-Айленд? Я, допустим, очень часто себе представляю коктейль алкогольный, который называется Лонг-Айленд Асти. Кто знает рецепт, пишите в комментариях. Интересно, как сильно отличается состав вашего коктейля с тем, что привык пить я. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Почему Лонгайленд летняя столица Нью-Йорка? В свое время Лонгайленд был летней столицей даже всей Америки. В 1901 году к власти пришел президент Теодор Грузвильд. Здесь, на Лонгайленде, он имел свое поместье. И считалось, что летним Белым Домом был именно этот дом, который находится сейчас за моей спиной. В нем и проживал Теодор Грузвильд. Он пришел к власти в 1901 году после убийства президента Маккинли. И поскольку он бывший полицейский Нью-Йорка, он продвигал политику правления. Именно при Теодоре Грузвильде появилось такое понятие, как мировой полицейский или большая дубинка. Это теория о том, что большие страны, мировые державы, должны своим авторитетом подавлять более мелкие страны. И тем самым выполнять функцию мирового полицейского. Что касается дома, дом достаточно скромный в нашем понимании и достаточно интересный по архитектуре. К сожалению, во внутрь дома не попасть. Еще три года назад дом был закрыт к посещению. Но смотреть его можно снаружи и погулять по территории этой усадьбы. Которая, в принципе, такая же ухоженная, как и весь Лонг-Айленд. Субтитры сделал DimaTorzok Возможно, именно на этой террасе подписывались известные законы, которые выберут последствия страну. Великой депрессии на этих креслах возможности. Теодор. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из ныне живущих в Лонг-Айленде знаменитых можно привести такое имя, как Пол Маккартни. Точнее, особняк, в котором проживает его дочка, находится именно здесь. Но проброживать он здесь не проживает. Периодически заезжает в эти места и бывает в этих шикарных климатических условиях. Я не перестаю удивляться шикарному воздуху, который здесь есть из-за океана и лесной зоны. Что касается дома Рузвельта, очень жалко, что он закрыт для посещения. Было бы интересно посмотреть, как все-таки Теодор проводил время, в каких интерьерах находился, был и жил, подписывая те или иные законы. Что ж, а мы продолжаем. Ну и подытожим, что обязательно к посещению на Лонг-Айленде усадьба Теодора Рузвельта, которая находится за моей спиной. Есть что посмотреть, пройтись, погулять, прикоснуться к истории. Это очень круто, друзья. Добро пожаловать в усадьба летней резиденции президента Теодора Рузвельта. Был президентом Теодора Рузвельта с 1901 года по 1909 год. Напомню, пришел к власти после убийства президента Маккинли. Теодор Рузвельт был его вице-президентом. В итоге проправил два полных срока. Продолжение следует... 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 Лонг-Эйлендах таят в себе скалы. Вот до сих пор этот маяк работает и выполняет свою функцию. Маяк Монток. Самый старейший маяк в Нью-Йорке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что ж, друзья, спасибо, что вы были на канале. Спасибо, что остаетесь верными зрителями. Смотрите, нажимаете лайк, пишите комментарии. Всегда очень приятно. И что ж, до встречи на канале. В ближайшем времени новые выпуски из Панамы, из Саванны, из Луизианы. И будет специальный декабрьский выпуск из Таиланда. Большой выпуск про Пхукет, Бангкок и Патайю. Друзья, что ж, всего хорошего. Удачи и присоединяйтесь. Продолжение следует...